Так, да, впечатление от семинара. Вы знаете, пап, я в восторге от семинара с Артольем Фримоном. Конечно, для нас, в колене первых КБК-терапевтов в России, Артоль Фримон, это живая легенда. Мы читали его книгу с Бэгома Щуа, когда она была только на английском, на основном, переводили, там какие-то на себя куски. Вот сейчас он у нас в России, на счет он называется, что у него русские корни, как и у многих КБТ-терапевтов. Но главное, пожалуй, что я бы хотела сказать, что это живое. О протяжении одного из мифов КБТ, который, кстати, говорил в первый день своего семинара в Москве, это миф о том, что КБТ-овщая терапия – это сручная, рациональная, директивная, действия, степень живости, гибкости, невероятная, искрометная, просто остроумная, что, между прочим, в работе с депрессивными и тревожными пациентами является огромным ресурсом. И вот мне кажется, что коллеги из других школ, да, или вот такие вот критики, как и директивная терапия, посмотрев вот работу с аудиторией Артура, убедятся в том, что это одна из самых, как вы знаете, живых, веселых и очень увлеченных работ, да, что это невероятно живой процесс. Я думаю, что это будет очень важная поддержка развития КБТ-овщая терапия в России, не только для специалистов, но и для потребителей, не знаю, слово сейчас, да, то есть для клиентов, для тех, кто ищет помощь и может убедиться в том, что их поймут, что нет такого, знаете, вот особенно мне показалось важным, что для наших менеджеров и организаторов сейчас психотерапии, службы психического здоровья в России, тот кусочек семинара, когда Артур говорил о невозможности жесткого исследования протокола, потому что, ну, как всегда, мы в отставании большом, об внедрении психосоциальных методов помощи, и представляется, что подобно тому, как с препаратами, очень важно такой рост исследований протокола, нельзя вступать, и Артур подчеркивает, он работает, оказывается, с менеджерами, которые в области психического здоровья тоже внедряют разные методы, что жестких протоколов быть не может, что каждый пациент уникален, и мы всегда должны творчески относиться к своей работе. Большое спасибо ассоциации и руководству за то, что вы смогли получить такое удовольствие в виде присутствия на этом замечательном сегодня. Конечно, большое спасибо. Ага, да, просто ваше впечатление. Можно уже, да? Значит, прошло очень быстро, четыре дня в Петербурге и в Москве, сильно расставляет прекрасное впечатление о работе профессора Фримена, как мастера, как учителя. Вот эти знания, которые были получены, они будут способствовать разумению КБТ России. Для тех, кто присутствовал, они смогут использовать эти знания в своей практике, в работе с пациентами. Я хочу отметить организацию семинара командой Дмитрия и Алисы Каффак. Прекрасную работу, без которой бы просто такое проведение семинара было невозможно. И я надеюсь, что профессор Фримен вернулся в Россию не в первый, но не в последний раз, и что это сотрудничество будет продолжено и будет способствовать разведку. Спасибо Ассоциации. Желаю ей успехов. Я в ближайшее время стану ее членом, чем гордуюсь, спасибо. Прежде всего для меня этот семинар, он про то, что мы много раз слышали, про принципы КБТ. Но именно про то, что мы заглядывали все время чуть глубже, чем обычно. То есть это чуть глубже, чем мы проговариваем в основательных программах. То есть для меня прежде всего это про ухудшение въездных принципов КБТ. Да, да, расскажите, пожалуйста. Интересная организация, ассоциация, прекрасные люди, очень интересные профессиональные вопросы решаются. В общем, я хочу быть в этой ассоциации. Мне очень понравилась организация, очень хорошая атмосфера, и она объединяет людей абсолютно разных направлений. Это очень хорошо, в наше время это большая редкость. Спасибо организаторам, спасибо, конечно, лаэстро. Очень много интересного и нового. Также каких-то собственных работах, откликов определенных я приобрел. Так что большое спасибо.